Здравствуйте, друзья! Попросили меня высказаться по поводу того, что я думаю по 239 статье Уголовного кодекса Российской Федерации и Федерации, как говорит Песков. Российская Федерация, Федерация... Что я думаю по этой статье? Статья, это, безусловно, одна из череды всех тех статей, которые уже многократно у нас принимали в Российской Федерации и Федерации. То есть она мутная. По этой статье действительно можно людей закатывать, скажем так, на сроки реальные, какие предусмотрены частью первой и второй данной статьи, а также выписывать серьезные штрафы. Там вообще первоначально в первой и второй части речь идет о 239 статье о создании религиозной либо общественной организации, либо создании некоммерческой организации, которые, соответственно, там ущемляют право граждан или содействуют, или деятельность которых направлена на убеждение граждан, допустим, там отказываться или не выполнять свои гражданские обязанности. А третья часть, она идет уже об участии в такой организации, за которую тоже достаточно серьезные санкции предусмотрены. Так вот, в принципе, где-то вы, допустим, скажете человеку, что, дружище, да что ходить на эти выборы, там уже все решено и нечего там ловить. И вы фактически уже человека убеждаете отказаться от его гражданских обязанностей. Но я сейчас это все поясняю для тех людей, которые еще находятся в правом поле Российской Федерации и Федерации, которые себя еще не растождествили, свою персону, скажем так, точнее персону, которую создали, учетную запись, которую создала система юридических лиц Российской Федерации, от себя конкретного человека, там живого человека и прочее. Те, кто еще находится в этом поле, ну, прежде всего, ментально, мысленно, и кто его еще не покинул, и продолжает, как бы, ставить себя в зависимости от федеральных законов, те, естественно, они боятся также данной статьи 239. Ну, естественно, и это уже всем понятно, что те, кто находится в власти, они окончательно себя уже считают необожителями, они себя полностью отделили от быдла, плебса, и принимают такие законы, чтобы любого критикующего эту власть можно было запаковать там по, как говорится, вот одной из этих статей, типа так же, как о дискредитации вооруженной силы Российской Федерации, тоже статья, на самом деле, мутная, без четких определений, где еще там куча всевозможных там экспертиз нужно сделать, там что-то оказать, методические пособия изучать по экспертизам и так далее, по проведению экспертиз. Вот, поэтому вот 239-я статья, она примерно такая же, то есть где-то вы что-то там ляпнули, допустим, не идти на выборы людям, и все, и вас могут подтянуть, и еще вам, скажем так, инкриминировать участие в какой-либо организации нежелательной. Вот, поэтому думайте вообще, прежде чем что-то говорить. У нас много политических извлеченных сейчас уже находятся, камчатцев за статью, по-моему, 205-ю, там, точка 2, или я даже не помню, какой там подпункт, который касается терроризма, оправдания терроризма и так далее. То есть люди сидят, по сути, не за то, что там они какие-то там террористические действия совершили, и даже думали о них, а просто за то, что они комментарии в состетях написали, что там, допустим, казнить нельзя помиловать, или там что-то такое, или там долой там мусоров, ну, в таком духе, что написали. Ну, и в итоге пошли на реальные сроки, сидят в реальные сроки, и о них, наверное, нужно будет отдельно, конечно, программу сделать, кто у нас в Камчатке находится сейчас вот, скажем так, в тюрьмах, за то, что они те или иные комментарии, репосты написали. О некоторых людях я конкретно знаю, я думаю, что надо будет рассказать общественности. Вот, но, что касается 239-й статьи, конечно, идет там акция по ее отмене, там люди пишут, собирают подписи, но я, конечно, считаю, что это уже ничего не работает в Российской Федерации, и поэтому надо, в общем-то, немножко по-другому действовать. Как по-другому действовать? Ну, смотрите на канале «Камчатка.Россия.Мир.Самое интересное», смотрите и следите за действиями общинников, общины Русской Камчатки. Я думаю, что вы там увидите определенные примеры поведения, бесед, разговоров, ну, и увидите определенные направления, как все-таки выйти грамотно. Ну, а кто не увидит, пока еще не видит. Я думаю, что подробно об этом я также в ближайшее время расскажу. До скорых встреч, всего самого наилучшего!